Приветствую вас, и вы знаете, ну, я прочитал ваш вопрос и думаю, что давайте мы не будем торопиться сейчас с определенными решениями, но давайте мы не будем торопиться сейчас с какими-то поступками, разрушить семью, вы всегда успеете. И одно дело, когда для ребенка отец где-то там, но он все-таки приходит домой, и другое дело, совсем другое дело, когда отца нет вообще. Ну, то есть, я имею ввиду, что когда отец уходит из семи децестра. Поэтому не торопитесь принимать решение, а сначала спокойно, так, вечерно всю ситуацию постарайтесь проанализировать. Проанализировать ситуацию на предмет чего? Ну, во-первых, с каких пор ваш муж начал ходить с друзьями гулять? Если он начал ходить с друзьями гулять относительно недавно, то есть я имею ввиду, ну, с какого-то момента в вашей жизни, то, соответственно, нужно понять, что заставляет его это делать. Просто так ничего не бывает, и если мужчина это делает, значит, ему чего-то не хватает от вас. Ему не хватает от вас каких-то потребностей, да, какого-то удовлетворения своих желаний. И это он получает с друзьями в таких вот своих, как вы говорите, гулянках. Это первое. Второе. Если ваш муж всегда так делал, и, в принципе, вас ранее все устраивало, а теперь вот перестал устраивать, то в таком случае нужно понимать, что изменилось что-то в вас самой. Не столько в мужа, сколько в вас. И вопрос в том, что изменилось. Судя по тому, что вы пишете, а пишете вы, что сами без внимания мужа, и что вам очень плохо, вы тяготитесь, судя по всему, у вас острый дефицит осуществления социальных ролей. Что это значит? Это значит, что вы, по сути дела, все свое свободное время отдаете ребенку и нигде больше не реализуетесь. А возможность реализоваться где-то как-то еще, помимо матери, помимо роли матери, ребенку, у вас нет возможности, кроме как с мужем. То есть только с мужем вы это можете сделать. И из-за этого повышается значимость вашего мужа. В свою очередь, муж чувствует, что вы взваливаете на него чересчур много ответственности, и он эту ответственность пытается с себя снять. Естественно, инстинктивно, естественно, неосознанно, но пытается. И вам, с другой стороны, как вот одну сторону мы уже рассмотрели, это сторона вашего мужа, попытаться понять, почему он так себя ведет, да, это понятно. Дальше, с другой стороны, вам необходимо учиться занимать себя самостоятельно. Он ходит с друзьями, вы найдете время также провести время, ну я не знаю, если не с друзьями, то хотя бы с подругой. Возьмите сына, будь он играет, а вы в это время общайтесь с подругой. В конце концов расширайте свой круг общения, в конце концов старайтесь как-то развивать его, общаться с новыми людьми и так далее. То есть постарайтесь убрать вот эту зависимость от мужа, от чрезмерной концентрации внимания и потребностей ваших на вашем мужа. Этого делать не стоит. Вам это только вредит. Далее, вы своему мужу, не совсем понятно, почему вы говорите, сорвав, просто. Когда человек идет гулять с друзьями, это не срыв, это просто развлечение. И не очень понятно, почему вы считаете это срывом. То есть если есть срыв, значит есть с чего срываться, а если есть с чего срываться, значит есть какая-то проблема. А если есть какая-то проблема, то ее можно и нужно решать. Вот. Ну это скорее к вопросу о терминологии. А значит, спросите своему мужу о том, что вас не устраивает тот, кто гуляет. Но при этом говорите ему не так, что он не должен это гулять. Вот как вы ему сейчас об этом говорите, что мол вот он маленький уже и так далее. Эта фраза, пожалуй, несет в себе определенный деструктив. Какой? Вы говорите мужчине, что он по сути уже старый и что по сути ему нужно оттепеняться. И совершенно понятно, что он этого не хочет. Он не хочет стареть. Он не хочет оттепеняться. И чем быстрее вы это поймете, тем для вас будет лучше, что вы держите невесту. Вы по сути требуете чего-то от него. Вы говорите, что хватит, да, что он не должен этого делать, что это неправильно и так далее и так далее. Но при этом, при этом вы как бы даете ему какую-то оценку его поведения. И при этом вы создаете ощущение, вы создаете уверенность у него, у мужчины, что вы посягаете на его жизнь, на его поведение, на его выбор, на естественную дружбу, да, с другим мужчином. И естественно, это плохо. Потому что он чувствует себя, как бы, ну, он чувствует себя, как бы, под контролем вам. А это мне есть хорошо. Поэтому тактику и направление ваших слов, ваших выражений, значит... тактику вашего поведения нужно менять. Как менять? Во-первых, говорите ему же о том, чего хотите вы. То есть, говорите ему так, ты можешь сделать что-то хочешь. То есть, ты можешь гулять, ты можешь проводить время с кем угодно. Это твой выбор, твое право, если мне стоит к тебе так хочется, пожалуйста. Но, я тоже хочу внимания, я тоже хочу ласки, я тоже хочу любви. Я тоже хочу, чтобы ты проводил время со мной, да, в семье. И мне это нужно. Чувствуете разницу? Вы не пускайте на мужа напротив, вы говорите ему, пожалуйста, делай, что хочешь. Но мне нужно что-то. Соответственно, дай мне то, что мне нужно. Дай мне то, что мне по праву принадлежит. И вы смотрите, как мужчина реагирует на это. Если он реагирует положительно, вы, соответственно, видите, что он готов бороться за ваше отношение. Если мужчина реагирует положительно, соответственно, ему на вас не все равно. Если мужчина реагирует положительно, то, соответственно, он действительно к вам не равнодушен. Ну и так далее, так далее, и так далее. То есть продолжать можно, вообще-то говоря, очень долго. Суть не в этом. Суть в другом. Суть в том, чтобы правильно поставить вопрос. Ну а если вы видите, что мужчина не обращает внимание на вас, если вы видите, что мужчина все равно, что вы просите, что вы хотите, чем вынуждает и так далее, то тогда правильно, логично будет сказать ему, дорогой, прости, я так больше не могу и не уходить пока. Не надо сразу уходить. Уход – это слишком сильное средство. Не нужно уходить, но нужно сказать, что, дорогой, прости, я для тебя, например, больше не буду делать чего-то. Не буду там готовить, не буду там помогать, не буду с тобой разговаривать, может быть. Тут стоит подумать, что лучше, что действеннее будет, что важнее для мужчины. И сначала использовать это средство. Если оно не возымеет эффекта, использовать более сильные средства. И если они не возымеет эффекта, тогда уже уходите. Но говорить о том, что вы уходите, так же не стоит. Предскажите своему мужу, что я не могу так больше жить, я хочу побыть отдельно, пожить отдельно. Я устал. Мне тяжело. И пока поживите, поживите один. И если ваш муж не осознает то, что происходит, и не начнет возвращать вас, например, то тогда вам, соответственно, мужчина будет подаваться на радость. Потому что, ну, очевидно, мужчина, да, не может сделать вас счастливым, а значит, не может сделать счастливым своего ребенка. И, значит, такой человек вам рядом не нужен. Вот то, что вам необходимо делать. Видите ли, отвечая на ваш последний вопрос, стоит ли сохранять семью. Семью сохранить, конечно, стоит. Но надо понять, что это делает два человека. Вы не сад, но нельзя сохранять семью, если другой этого не хочет. Поэтому действуйте осторожно, действуйте не спеша, действуйте аккуратно, но уверенно и понарастающе. И будете действовать так, сможете для себя ответить на вопрос, стоит сохранять семью или нет. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok